добрый день дорогие друзья с вами александр муко давайте проверим связь как у меня слышите поставьте пожалуйста от одного до десяти вот у нас евгений сегодня 1 андрей и андреев и говорит только на плюсик видно там что-то с интернетом приветствую 10 плюс отлично очень хорошо но я так понимаю что сегодня у нас в основном коллеги из дальнего востока и сибири поэтому меня сразу просьба поставьте еще раз вот и ирина только у нас добрый день испания семья как-то варту да хорошо поставьте из каких городов вот я вижу асхат из екатеринбурга игорь филиппов из красноярска табак виталий из москвы тюмень вела белогуцкая у нас так не написал на сибирск санкт-петербург ростов-на-дону сахалин корсаков отлично могилёв междуреченск южно-сахалин спенза ридер чебоксары тольяттика в самошноморе отлично у нас крайний север кемерово здорово благодарю вас за реакцию потому что очень важно знать что данный вебинар интересен и так сказать удобен для вас по времени поэтому я так понимаю что кто-то уже был на вебинаре на 13 часов который вел сергей сибиряков и алексей сападовик поэтому естественно мы сделали на 15 часов чтобы и для наших коллег и инвесторов из дальнего востока и сибири дать возможность прослушать информацию нового о новом о новой программе которые назвали программа стабильность и собственно об этом я сегодня буду говорить в основной части вот и раиса пишет я была отлично добыли и к вам тоже спасибо наталья это понимаю что давайте так мы поставим кто был вчера на вебинаре или 23 или 24 чтобы я просто понимал прямо в чате поставьте 23 виталий был хорошо так коллеги я смотрю что больше и большая часть из участников была пыталась много раз на него шла пишет ирина но я вот сегодня поведен буду для ирины рассказывать потому что все остальные уже слышали кстати друзья мои у вас будет возможность задать вопросы которые не удалось полностью ответить двадцать четвертого числа потому что было шестьсот пятьдесят четыре человека и естественно чат бежал очень быстро волшина галина смотрела в записи и сергей тимофеев тоже отлично хорошо то есть все работает и записи и вебинары аскад говорит 24 звук постоянно по видим там проблемы с интернетом надеюсь что сегодня не будет но на всякий случай если вдруг меня выбьет то просто дождитесь и вы сможете совершенно спокойно потом заслушать вот вячеслав пишет что он не был хорошо сейчас у нас придет сотый человек и мы собственно начнем два часа два часа хорошо ирина мадрид отлично то есть у нас сегодня и сибири и мадрид здесь ирина напишите сколько сейчас в мадриде время я так понимаю там на час меньше то есть должно быть где-то 14 часов если я не ошибаюсь один был один для вопросов другой общий хорошо 13 13 03 хорошо отлично спасибо друзья ну что ж мы сейчас прорабатываем возможность проведения вебинаров от головной компании и вот этот опыт 24 23 и 24 он показал что до интерес есть тем более что программа который предлагает компания крайне интересная в плане инвестиций конечно же и здесь немаловажно будет сказать самое основное это подоплеку почему компания пошла на такой беспрецедентный шаг и дала возможность многим нашим инвесторам увеличить количество акций в разы и здесь конечно нужно будет объяснить почему компания поступает так а не иначе поэтому сейчас по традиции давайте мы проведем наш опрос он очень короткий вы его все знаете который раз вы на вебинаре для того чтобы просто ввести статистику и понимать что если среди наших людей есть новички чтобы они чувствовали что мы заинтересованы в каждом человеке который приходит на вебинары и который приходит непосредственно на инвестиции в компании skyway поэтому вот у нас четыре человека друзья вот кто первый и второй раз поставьте пожалуйста прямо в чате имя и город в котором вы проживаете чтобы можно было время от времени так вижу у нас могилёв сергиев посад корсаков бургас валерий владимир владивосток и виду фа андрей ангарск виктор из ноябрьска и санкт-петербург и великий новгород отлично ну что ж давайте сейчас зафиксируем результат и будем двигаться дальше тем более что наша основная тема сегодня это конечно же программа которую предлагает компания да в записи около 200 в живую раз в десять здесь в том что новости они всегда привлекают понимание когда же мы входим нормальный режим то соответственно и тем более что есть сетка вебинаров тогда естественно люди могут распределить время для того чтобы слушать в удобное время и по сути мы на этой неделе решим с сеткой вебинаров на декабрь месяц и тогда уже будет понятно чтобы каждый человек мог распланировать то время чтобы попасть на вебинар получить новости и конечно же так так основную часть информации от конструкторского бюро от анатолий дар чиницкого ну и собственно развитие проекта поэтому давайте сейчас приступим к нашей теме которая называется наиболее эффективный способ финансирования skyway и напомню что меня зовут александр манко я собственно инвестор skyway уже с апреля 2014 года и моя основная идея и желание почему я сюда пришел просто чтобы данный вид транспорта имел право на жизнь чтобы он мог существовать и собственно этим я делился на всех своих 158 сейчас уже 161 одном вебинаре именно с теми людьми которым действительно эта тема интересна и основная задача что здесь это получить наилучший результат в реализации для анатолий дарвич это возможность реализовать свою давнюю мечту а для нас с вами возможность улучшить свои финансовые возможности и конечно же здесь многое зависит от того какую стратегию мы выберем и как раз во второй части нашей встречи будет разговор о стратегиях но прежде нужно сказать вот о чем первое о чем нужно сказать что он тоже дарвич несмотря на свою занятость думает о каждом инвесторе и естественно во время наших встреч когда бы они не приходили 7 июня 2014 года или октябрь-ноябрь 2014 года февраль 15 года август октябрь 2015 и так далее он думает о том чтобы данный проект реализовался именно в материале для того чтобы каждый из тех кто принял участие финансирование и вкладывал свои кровные деньги в этот проект получили результат здесь наш обоюдный интерес его как изобретателя как главного конструктора как организатора как президента компании и наш как инвесторов людей которые хотели бы реализации двух вещей первое иметь возможность самим путешествовать на таких великолепных транспортных средствах и второе это конечно же получить возможность который бывает раз в сто лет это открыть новый технологический вид транспорта который даст возможность как минимум двигаться безопасно экономично и с высокой скоростью поэтому все вместе складываясь когда технология находит своего сторонника то соответственно появляется и финансирование и с этой точки зрения Анатолий Эдуардович как мер и как главный то есть на самом деле вот те этапы которые нас интересуют в ближайшее время это те этапы по которым мы движемся на протяжении уже полутора лет и и что очень важно это то что общий объем проекта порядка 300 миллионов из которых осталось нам до финансировать порядка 260 и у нас людей которые уже знают которые уже знают непосредственно о проекте порядка 200 тысяч человек которые так или иначе знакомы с непосредственно проектом и хотят в нем поучаствовать в том или ином качестве или в качестве инвесторов я имею в виду инвесторов крупных мелких средних просто поддержать проект передать информацию другим людям то каждый из нас кто приходит на вебинары он с каждым новым вебинаром ищет непосредственно так сказать ту изюминку которая дала ему максимальную мотивацию так вот эко технопарк это как раз те самые три ветки включая грузовую пассажирскую и городскую плюс еще возможность получить туристическую ветку в виде юнибайков и об этом как раз и нужно думать когда мы с вами финансируем чтобы понимать во что будут вложены наши деньги и почему нужен ритмичный характер этих инвестиций юнибайк это прекрасная возможность показать именно струнные технологии показать каким образом они функционируют и более того показать будущим адресным заказчикам как это может быть реализовано к общей пользе имеется в виду и тех кто будет на них ездить и к пользе инвесторов которые начнут вкладывать серьезные деньги в этот проект юникары или грузовые наш терминал они дадут возможность перемещать огромное количество грузов от месторождений до горнообогатительных комбинатов и по сути вы видите здесь возможность использовать юникары и высокоскоростные юнилеты на одной трассе это одно из наукао которые как раз применил Анатолий Удальдович чтобы совместить одну путевую структуру по которой будут двигаться сразу два вида транспорта не мешая друг другу высокоскоростной и грузовой в разумеется если направление совпадает дальше конечно же очень важный объем работы это проекты которые будут осуществлены непосредственно в городах и вид транспорта который называется юнибус предназначен как раз для решения именно транспортных проблем мегаполисов и один из таких адресных проектов сейчас так сказать продвигается непосредственно в Санкт-Петербурге это делает Маргарита Медонецкая и второй уже заключен договор имеется в виду адресный проект в Таллине и этим проектом занимается Владимир Маслов юнибусы юникары юнибайки и конечно же наши юнилеты это возможность уже в 2017 году в октябре увидеть в реале как будет двигаться наш юнилет на трассе в 15 километров которая будет построена в Марьиной горке все это здорово и самое главное здесь конечно это возможность получения сетки дорог именно на трассе на трассе потому что дороги или быстро разрушаются или соответственно их очень сложно построить поэтому непосредственно непосредственно возможность с помощью дорог SkyWay решить эту основную для Дальнего Востока и для Сибири задачу наша тема это будущие линейные города мы их называем SkyGrad то есть возможность жить на земле и в то же время чувствовать себя не оторванным от центров цивилизации это возможность перемещаться со скоростью до 500 км в час а в случае необходимо перемещаться например на 100-150 км используются горизонтальные лифты и эти горизонтальные лифты дают возможность двигаться по кластерам и эти кластеры как раз определяются очень просто пешая доступность это означает что диаметр от основной башни анкерной упоры которую вы видите сейчас на экране будет составлять порядка 3 км это радиус то есть это то расстояние которое человек может пройти буквально за полчаса и еще раз напомню что это пешая доступность она дает возможность решить очень серьезные экологические ну и конечно же возможность людям быть более здоровым потому что двигаясь пешком люди больше двигаются и соответственно чувствуют себя лучше и здоровее и наконец наши этапы то есть мы видим здесь сетку из 15 этапов которую вы можете встретить на сайте яницкий.ком непосредственно там где собрана вся информация о проекте там же выкладываются новости и конечно же мы отслеживаем те результаты которые добивается конструкторское бюро и полностью группа компаний SkyWay и отмечаем каждый раз переход от одного этапа к другому и сейчас для того чтобы оживить нашу память давайте посмотрим короткий ролик который я так и назвал итоги пятого этапа здравствуйте с вами Михаил Кириченко вы смотрите выпуск новостей международной группы компаний SkyWay мы с гордостью сообщаем всем о завершении пятого этапа развития нашего проекта этот этап прошел очень успешно мы смогли перейти от обещаний к реальным действиям хотим напомнить вам наиболее значимые моменты завершившегося этапа начались строительно-монтажные работы по созданию тестовых комплексов струнных транспортных систем и инфраструктуры в экотехнопарке город Марина Горка Республика Беларусь расчистка территории установка опор струнного ограждения установка опалубки укладка арматуры бетонирование и строительство пилонов транспортно-логистического узла в котором функция анкерной опоры совмещается с функциями двух пассажирских станций городской высокоскоростной а также музея диспетчерского центра энергоузла и многого другого а также монтаж железобетонных фундаментов промежуточных опор группа компаний SkyWay совместно с общественным объединением Пуховичский край получила грант ООН в рамках программы содействия переходу Республики Беларусь к зеленой экономике продолжились работы с заказчиками и поставщиками оборудования комплектующих узлов и агрегатов Осуществлена разработка проектной документации под ключ на тестовые комплексы SkyWay четвертого поколения Состоялось торжественное открытие монументально-декоративной композиции нулевой километр фактического старта с трудных дорог SkyWay Успешно реализованы несколько этапов акции «Посади дерево», благодаря которой экотехнопарк по праву можно считать центром сбережения окружающей среды «Мы заручились поддержкой экспертов в сфере транспорта международного уровня бывшего заместителя министра путей сообщения Российской Федерации Сергея Гришина экс-главы департамента планирования транспорта и инфраструктуры Южной Австралии руководителя консалтинговой компании Red Hook & Associates Рода Хука а также специалиста одной из крупнейших мировых инжиниринговых компаний Аарона Харгрейвса Было подписано соглашение о работе с руководителем консалтинговой компании Red Hook & Associates Родом Хуком которая послушает импульсом к скорейшему осуществлению проекта SkyWay во всем мире Группа компаний SkyWay подготовила аванпроект на строительство транспортного комплекса SkyWay в Санкт-Петербурге по маршруту аэропорт Пулково станция метро Купчино Для того, чтобы оценить деятельность компании за минувший период достаточно пересмотреть видеоинтервью с Анатолием Юницким который несколько месяцев назад прогнозировал что же ждет нас на пятом этапе развития Сейчас уже очевидно слова президента группы компании SkyWay не расходятся с делом С каждым новым этапом наша главная цель демонстрация и сертификация струнной транспортной системы становится все ближе и все очевиднее Мы уверены что все последующие этапы развития будут пройдены так же эффективно как и предыдущие и мы в намеченные сроки представим на рынке прорывную транспортную технологию SkyWay Начало следующего этапа намечено на 8 декабря 2015 года смена этапа будет сопровождаться уменьшением дисконта соответственно уменьшится и прибыль на которую сможет рассчитывать вновь прибывающий в проект инвестор подписывайтесь на наш канал youtube следите за новостями на официальном сайте группы компаний skyway rsv def systems точка ком присоединяйтесь к нам не пропустите самое главное строй skyway спасай планету ну вот короткий ролик дает достаточно хорошее поднимание тех итогов которые прошли на пятом этапе тем более что многие из нас были в компании уже начиная с первого этапа из тех сложностей которые возникают перед каждым началом проекта имеется в виду что когда люди только узнают этот проект и естественно есть определенный уровень недоверия к тому что говорится хотя те 500 человек которые приехали в марте 29 марта 2014 года были заряжены на 100 процентов и конечно же для того чтобы вы могли посмотреть этот ролик я его просто выложу сейчас в общедоступных ресурсах справа вверху у вас есть папочка в которой находятся общедоступные ресурсы и вы совершенно спокойно нажав на значок земли можете взять ссылочку и потом в удобное время посмотреть что нужно сказать о том что такое шестой этап поскольку у нас здесь есть люди которые первый раз пришли на вебинар и считают себя еще новичками то нужно отметить что первый этап как раз был январь-апрель 2014 года и тогда непосредственно трансфер имеется ввиду реализация долей компании был 1 миллиард 500 миллионов и что очень важно и на что обращают наши инвесторы внимание это дисконт то есть диапазон дисконта который предлагает компания в связи с тем что проект венчурный он достаточно высокорисковый по той простой причине что этого вида транспорта в жизни практически никогда не существовало и поэтому мы торим дорогу впереди идет Анатолий Довальевич Янинский а мы за ним для того чтобы реализовать этот проект поэтому конечно эта возможность которая была у наших коллег 29 марта 2014 года она вряд ли уже реализуется но у нас сейчас есть неплохая возможность проинвестировать и поучаствовать в трансфере 8 миллиардов акций с дисконтом в диапазоне от 150 до 500 о чем это говорит о том что мы с вами можем сейчас проинвестировав небольшую сумму получить колоссальный эффект от участия в проекте тем более что та программа о которой мы сегодня будем говорить способствует этому на 300 процентов пункты которые вы сейчас видите я имею ввиду 6.1 или вот например 6.2 6.3 6.4 все они говорят о том что будет сделано в течение шестого этапа и конечно же здесь обращу ваше внимание на такой пункт как 6.5 это продолжение работ по созданию научного испытательного технологического эксплуатационного оборудования необходимого для опытного промышленной отработки сертификации строительства и эксплуатации грузовых городских и высокоскоростных РСВ систем включая рельсово-струбные эстакады подвижной состав инфраструктуру второго уровня вот буквально вкратце те из вас кто захочет прочитать полностью по этим этапам на сайте юницкий.ком выложены все 15 этапов и что должно было сделано на каждом из этих этапов отмечу только важную часть то что на шестом этапе нам необходимо собрать инвестиции в размере 18 миллионов долларов то есть на что идут эти деньги на аренду помещения приобретение дополнительных рабочих мест конструкторов проектировщиков дизайнеров также лицензионные обеспечения программные и конечно же заработная плата конструкторов обслуживающего персонала менеджмента компании размещение предзаказов на эстакады подвижного состав инфраструктуру авансовые платежи маркетинг проектно-строительные монтажные работы и так далее то есть все это необходимо сделать на шестом этапе и от нас с вами зависит будет ли поступление финансов ритмичным для того чтобы Анатолий Эдуардович вместе со своей командой мог планировать заказы необходимых материалов средств инструментов деталей для того чтобы строительство шло ритмично и в этом наша ответственность в том чтобы эти возможности были реализованы в полном объеме что касается шестого этапа ну и конечно мы не должны забывать ту цель которая проходит красной нитью по всем выступлениям Анатолий Эдуардович это то что мы можем спасти как минимум за 100 следующих лет порядка 150 миллионов человек которые благодаря нашим усилиям благодаря нашим нашим мужеству в какой-то степени мы можем спасти эти 150 миллионов человек где именно потому что если мы запустим этот вид транспорта то тогда актуальность автомобильного транспорта и железнодорожного упадет в разы и это даст возможность людям пользоваться безопасным экономичным высокоскоростным видом транспорта и при этом еще и экологичным то есть две уникальные ну я бы сказал даже не две а целых три уникальные возможности которые появляются у нас благодаря этому проекту первое это возможность конечно спасти такое количество людей второе это вернуть живое дыхание земле ну и конечно третье это решить какие-то свои финансовые вопросы благодаря тому что сейчас на начальном этапе мы вошли в проект и поддерживаем его поэтому по сути говорить о том миллионах которые непосредственно могут поучаствовать в проекте из этого делался расчет когда говорит что если один из миллион будет выносить ну каждый из миллиона будет выносить по 300 долларов то тогда проект может получить свою реализацию и по сути каждый из инвесторов получит возможность получить уникальную капитализацию в этом проекте но помимо всего прочего у нас есть возможность что каждый из тех кто участвует сегодня на вебинаре в принципе может спасти жизнь порядка 150 человек и здесь невозможно мерить там одного ты человека спас или 150 вопрос в том что это те самые наши соотечественники которые еще может быть даже не родились и это может быть наши внуки правнуки и поэтому сейчас мы уже думаем об этом поэтому вопрос инвестировать не инвестировать он как бы не стоит вопрос сколько инвестировать с какой методичностью инвестировать и конечно же какой результат может привести к этому инвестированию поэтому давайте рассмотрим сейчас четыре стратегии инвестирования но прежде мне бы хотелось сделать небольшой анонс это экскурсия по конструкторскому бюро и он skyway давайте посмотрим и вернемся потом к теме стратегий стратегий дорогие друзья добрый день итак как все вы в курсе ближайшее время компания skyway запустил новый инвестиционный продукт под названием проект стабильный что самое основное является камнем претновения для развития технологии любого венчурного проекта это самый главный риск о котором уже много раз говорил и основатель компании Анатолий Эдуардович Юницкий и многие сотрудники многие финансисты известные и неизвестного уровня заявляют об основном основной проблеме стартапа основной проблеме высокорискованного венчурного проекта это риск недофинансирования тогда когда компания не имеет своей прибыли тогда компания не имеет адресного проекта или какого-то продукта для конкретной продажи и целиком и полностью зависит от частных инвестиций от привлечения инвестиций в себя в компанию самым основным основной проблемой является труднопрогнозируемость бюджета компания не имеет возможность осуществлять стратегическое долгосрочное прогнозирование выстраивает долги взаимоотношения с заказчиками с подрядчиками и там с иными третьими лицами для этого и в недрах нашей компании был разработан специальный продукт специальный инвестиционный продукт для того чтобы мы могли выстраивать на основании четкого стабильного легко прогнозируемого потока инвестиций инвестиционных средств компания стабильный план работы чтобы мы могли выстраивать его для того чтобы и финансировать работу 120 человек находящихся на трех этажах этого здания так и того строительства которое ведется сейчас в городе Марьино Гороко Пуховичского района Минской области также за эту неделю мы хотели бы вам приоткрыть завесу тайны которые висит над нашей компанией и провести вас святая святых нашей нашего предприятия это по этажам струнных технологий мы бы также хотели провести несколько интервью с техническими экспертами технологическими экспертами нашей компании которые подробно вам рассказали о процессе получения сертификации из 109 тысяч для сотрудников нашего предприятия которое позволяет вывести работу компании на совершенно новый уровень также мы бы хотели рассказать вам несколько немного информации по поводу полученных грантов от организации объединенных наций работа над которыми сейчас тоже ведется и документация которая сейчас уже готовится для того чтобы грант то есть мы начали получать грантовые деньги ну и в принципе много есть новостей которые мы хотели бы рассказать и следите за всем этим оставайтесь в эфире и и и и и и максин я услышал увидел ваши вопросы в конце я к ним вернусь хорошо значит четыре стратегии инвестирования скайвей и на самом деле это самая главная тема для нас с вами потому что сейчас есть возможность реализовать ее в полном объеме несмотря на то что некоторые только что пришли в проект если вы помните я неспроста показал один из слайдов когда у нас был первый этап и я тогда назвал диапазон дисконта который был в то время так вот сейчас у многих из нас есть возможность попасть почти в ту же струю которая была в марте апреля и июня прошлого года и для этого на примере четырех друзей я вам сегодня покажу как это можно сделать тем более что те вопросы которые сейчас рождаются у людей которые были на вебинарах 23 и 24 дадут вам дополнительную информацию для принятия решения и так четыре стратегии инвестирования как правило они зависят от нескольких факторов и один из основных факторов конечно же это тот бюджет который обладает человек который участвует в нашем проекте и вот четыре друга которые собрались вместе решили обсудить вопрос каким же образом можно проинвестировать тем более когда есть такое качественное и можно сказать экстраординарное предложение один из них это Владимир газоэлектросварщик он получает от 30 до 60 тысяч рублей при этом 30 это его зарплата все что сверху это то что он наколымет и поэтому исходя из правил частного инвестирования имеется в виду что мы должны инвестировать не более 20 процентов от семейного бюджета чтобы наши семьи не страдали от недостаток финансовых средств для покупки на еду там одежду необходимый отдых или необходимость отложить на какую-нибудь поездку поэтому Владимир совершенно определенно и достаточно однозначно после того как выслушал основное предложение компании которую мы перейдем чуть позже он сказал что да 10 процентов это я вполне потяну даже от своей зарплаты чтобы потом не прерываться и естественно лавру первенства здесь в этом обсуждении занимал Юрий потому что он системный администратор и очень хорошо обращается с цифрами достаточно эффективно но при этом как вы видите его доход от 70 до 80 тысяч и отсутствие дома как минимум две недели из месяца он находится в командировках вот такая у него работа поэтому как вы видите друзья совершенно разного дохода разного достатка но при этом это не мешало им в свое время читать советскую фантастику обсуждать политические новости и дружить на протяжении последних 35 лет Сергей это командир воздушного судна у него доход достаточно большой это 250-300 тысяч рублей но как он сам говорит за последние месяцы когда доллар подорожал в два раза то разумеется и его доход уменьшился потому что он летает в различные страны имеется в виду Нью-Йорк Лос-Анджелес Гонконг Пекин Куала-Лумпур там другие города и естественно он видит как живут другие люди как вот нашего четвертого друга зовут Александр и занимается тем что непосредственно является стратегическим инвестором и по сути стратегический инвестор занимается достаточно давно дело в том что он в свое время работал на Найсе на Сдаке знает внутреннюю кухню этих инвестиций и внутреннюю кухню работы на бирже поэтому естественно когда он встретился с проектом SkyWay то у него не было сомнений что этот проект нужно поддержать и вкладывать достаточно регулярно для того чтобы проект мог развиваться и действовать так вот все они зная о проекте SkyWay с рассказа Александра совершенно определенным образом выбрали каждой свою стратегию и об этой стратегии нужно сказать отдельно потому что она связана непосредственно с финансированием строительного процесса необходимо заказывать материалы необходимо заказывать рабочих соответствующую технику для того чтобы довести до следующих этапов анкерную опору для того чтобы уже устанавливать вот вы видите здесь на слайде основания для промежуточных опор и так далее и так далее то есть технологический процесс он требует предзаказов определенных деталей материалов и оборудования поэтому естественно и таким же должно быть финансирование поэтому компания пошла как я уже говорил на беспрецедентный шаг дала возможность многим из нас получить такую возможность как несколько пакетов акций с уникальным дисконтом 1 к 600 и при этом использовать возможность рассрочки то есть данную сумму можно будет выплачивать в течение 10 месяцев например если это пакет доступный по 50 долларов то есть по сути мы вкладываем 500 долларов но растягиваем платеж непосредственно на 10 месяцев нужно отметить что компания нашла еще одну возможность это возможность продлить для тех людей которые сейчас примут участие до 8 декабря в этой программе продлить не только на 10 месяцев но и дальше на 5 8 10 12 месяцев то есть до октября 2017 года разумеется если на то будет ваше желание поэтому человек сейчас инвестируя по 50 долларов каждый месяц получит в результате по истечении 10 месяцев 300 тысяч долей компании или акций поэтому это очень выгодное предложение и сейчас я на примере наших друзей покажу насколько это выгодно и при этом нужно сказать что есть различные возможности есть возможность вкладывать 500 долларов тысячу долларов две с половиной тысячи долларов и разумеется у всех одинаковые условия дисконт 1 к 600 и рассрочка 10 месяцев то есть по сути мы можем распланировать свои финансовые затраты и дать возможность Анатолию Эдуардовичу ритмично заказывать материалы и механизмы для того чтобы стройка двигалась регулярно что называется поэтому здесь надеюсь вы сейчас запомнили эту таблицу лучше сделать print screen для того чтобы потом обсудить ее может быть со своими близкими и принять единственное верное для вас решение потому что только от вашего решения зависит как дальше вы будете инвестировать непосредственно в проект SkyWay поэтому наши друзья пошли по следующему пути естественно Виталий что акции на числе и на счетах и так вот ситуация нашего Владимира как я говорил он газоэлектросварщик и максимум что может инвестировать это 3350 рублей непосредственно ежемесячно это дает ему возможность в конечном итоге через 10 месяцев получить возможность обладания 300 тысяч акций и разумеется что каждый из них когда размышлял на тему какой же пакет взять исходил исключительно из своего собственного бюджета напомню что по правилам инвестирования это должно быть не больше 20 процентов от семейного бюджета поэтому Владимир совершенно определенно и четко сказал что да конечно он не может тягаться с Сергеем или Юрием а тем более с Александром но вложить непосредственно в этот интересный проект у него есть возможность дальше мы рассматриваем ситуацию непосредственно с Юрием и здесь уже другая ситуация участие в программе 10 плюс и инвестиции в 100 долларов ежемесячно в конечном итоге по истечении 10 месяцев Юрий вложит 1000 долларов и получит просто феноменальный эффект в размере 600 тысяч акций если поднимать историю предыдущего предыдущих наших инвестиций такая возможность была только когда Анатолий Дарович объявил так сказать акцию в момент закладки нулевого километра поэтому естественно для тех людей которые к тому моменту были не готовы есть такой шанс тем более что финансирование требует регулярности и один из поводов это делать таким образом дальше конечно же Сергей и он рассматривал эту ситуацию и понял что те 250 долларов которые он хочет вложить не сделают погоды для его семейного бюджета но при этом он сможет получить хороший объем инвестиций в размере миллиона пятьсот тысяч акций и разумеется когда он говорит да это не является двадцатью процентами от моего дохода от моей зарплаты но это даст мне в случае излеза проекта возможность получить порядка полутора миллионов долларов и когда он говорит я выйду на пенсию то у меня вполне будет возможность купить свой личный двухмоторный самолет поскольку летчикам важно не забывать чувство штурвала это будет для него решение вопроса занятости на пенсии то же самое проделал Александр просто он предварительно изучил ситуацию связанную со скайвэем просмотрел все так сказать все направления связанные с транспортом то есть всю эту индустрию посмотрел во что еще можно было вкладывать посмотрел конечно такой проект как гиперлуп и многие другие которые сейчас предлагаются в виде проекта тесла и так далее и так далее то конечно же когда он увидел перспективу перехода в шестой технологический уклад то разумеется он понял что здесь что называется клад зарыт и для того чтобы этот клад поднять на землю необходимо сейчас достаточно регулярно и ритмично инвестировать и вот одна из информации которая его заинтересовала это была таблица которая была выложена вконтакте которую ведет skyway и вы видите сейчас вот там был опрос какую сумму вы готовы проинвестировать в проект и здесь каждый сектор обозначает как раз вот эту сумму две тысячи пять тысяч десять двадцать пятьдесят или сто и здесь по сути на самом деле компания пошла как бы достаточно универсальна потому что взяла такие суммы как пятьдесят стоят двести пятьдесят и которые укладываются в рублях как раз в три основные группы по тридцать два процента почти то есть тридцать два тридцать два и тридцать шесть это как раз те люди которые готовы проинвестировать от двух до пяти тысяч рублей имеется ввиду восемнадцать и четырнадцать голубой и зеленый сектор точно так же эта же картина выглядит с людьми которые готовы проинвестировать от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей и это как раз возможности для людей которые готовы ежемесячно вкладывать по сто долларов что компания как раз и предлагает возможности для многих из нас и давайте рассмотрим какой же результат получит и какую стратегию выбрал Александр и прежде всего он выбрал возможность проинвестировать в четыре пакета по двести пятьдесят скажу сразу что здесь нет никаких околечеств приобретенных ваших вами пакетов но суть то в том что нужно понимать и здесь звучал вопрос Максима и Ирины можно ли будет после восьмого декабря поскольку у нее зарплата десятого часа проинвестировать в эту программу да можно но просто изменится дисконт то есть программа будет действовать программа стабильность будет действовать но там будет просто дисконт чуть меньше поэтому для тех людей которые до восьмого это сделают у них вот этот дисконт один шестьсот сохранится на всем протяжении участия в программе поэтому если люди непосредственно участвуют в программе или за пятьдесят долларов или сто или двести пятьдесят или вот кто-то спрашивает есть ли возможность участвовать в программе двадцать пять долларов и такая программа будет реализована в Skyway Capital для того чтобы наши уважаемые пенсионеры тоже могли поучаствовать и получить хороший ощутивный результат поэтому здесь когда мы сравниваем стратегии которую выбрал Владимир Юрий и Сергей то Александр пошел ну я не скажу что в аббат да потому что он совершенно определенно может взвесить свои возможности и знает как это делать как добиться этого дата чтобы не пропустить сроки оплаты каждый срок оплаты до двадцатого числа следующего и разумеется здесь нужно понимать что тот эффект который он ожидает получить а он же участвует в программе десять плюс это означает что можно и дальше будет продолжать вкладывать по шестьдесят семь тысяч рублей ежемесячно и получить просто колоссальный эффект на протяжении следующих двадцати двух месяцев основная часть наших инвесторов конечно же заходя в программу десять плюс или как мы ее называем стабильность может инвестировать в течение десяти месяцев и уже по истечении десяти месяцев получить те то количество акций которые я озвучил триста шестьсот полтора миллиона и дальше по желанию продлить эту возможность и вот как раз форга спрашивает в корневой компании тоже будет акция десять плюс это и идет разговор о rsv system то есть здесь это и будет происходить так вот возвращаясь к александру и к его возможности он просто подумал какие у него есть инструменты для того чтобы реализовать эту возможность прежде всего это его реферальная ссылка которую может давать непосредственно тем людям которые участвуют в проекте или которые только что подключатся к нему потому что каждый раз когда новый человек будет вступать в программу стабильность он будет получать свои 15 процентов которые в результате дадут ему возможность проинвестировать эту самую тысячу долларов помимо этого есть очень хороший инструмент с помощью которого мы можем достаточно эффективно давать информацию другим людям это наш буклет формата а5 который можно приобрести для того чтобы в дальнейшем рассказывать на материальной основе то есть показывать людям как выглядит наш экотехнопарк какие виды транспорта в нем будут задействованы как он будет функционировать и разумеется каждый из нас понимает понимает что именно непосредственно наш буклет помогает донесение информации о компании и о данной конкретной программе следующее для тех людей которые действительно хотят получить максимум информации то это книга юницкого небесной дороги которая показывает отношения самого главного конструктора и президента компании вообще к теме которая называется Skyway и чего собственно он хочет в перспективе не только построить дороги второго уровня но и построить общепланетарную транспортную систему и конечно перспектива захватывающая по сути читаешь ее как фантастический роман но в почве эту информацию до максимального количества людей готовы принять участие в этом проекте тем более что многие из нас проявляют инициативу и обклеивают просто свой автомобиль символикой Skyway инвестируя в свое будущее и там просто на борту пишут свой телефон или свой skype для того чтобы люди могли обращаться и это очень эффектно и эффективно по одной простой причине что люди обращаются те кто уже готов те кто не готов они пропускают эту информацию мимо ушей а те кто готов звонят спрашивают интересуются присоединяются и начинают инвестировать поэтому различные варианты вот таких так сказать распространение информации плюс еще конечно же эта серия вебинаров который помогает нам узнать информацию от Анатолия Даловича от Виктора Бабулина от других спикеров которые выступают на различных каналах о проекте Skyway все это ложится в одну сторону в сторону реализации проекта Skyway вот один из вариантов особенно для тех кто любит путешествовать это просто приобрести вот такой чехол для чемодана где будут опять же эмблема Skyway показанный в виде юнибусов юнилётов и конечно же ваш телефон или ваш ваш скайп это дополнительный канал информации для тех людей которые уже готовы поэтому вот Лидия спрашивает за рекламу на авто платить налоговую надо нет не надо потому что это ваш личный автомобиль что хотите на нем то и клеите в данном случае вы клеите информацию о данном проекте в котором вы собственно и участвуете поэтому здесь важно понимать что каждый из нас в зависимости от того какую он стратегию выбирает вот сейчас прежде чем мы перейдем к вопросам и ответам поставьте пожалуйста 1 2 3 или 4 в зависимости от того какая стратегия вам ближе лично вам вот вы выслушали сейчас эту информацию мы сейчас перейдем непосредственно к вопросам и вот уже пошли ответы 2 1 1 3 25 пишет Андрей Татьяна Камышин пишет 0 надо объяснить Татьяна напиши почему 0 Виктор Бажин 2 плюс 4 то есть имеется ввиду 100 и 1000 ну большая часть вот Сергей пишет брать пакет в рассрочку да в рассрочку потому что пакет например первый это на 50 долларов и рассрочка 10 месяцев Татьяна пишет 25 смогу тогда нужно просто зарегистрироваться в Skyway Capital там будет реализована такая возможность вот я вижу 2 3 1 2 и 1 и вот Ирина из Мадрида 4 Москалев Николай 4 и Веселин из Болгарии тоже 4 здесь я буду более подробно рассказывать об этом на семейных встречах которые будут у нас в воскресенье в 17 часов я просто дам расклад каким образом это можно будет делать потому что в рамках официального вебинара от компании Skyway это будет не совсем корректно делать но когда вы придете на семейные встречи то все равно что мы сядем с вами чайку вместе за столом попить я просто расскажу что можно применить для того чтобы взять более значимый пакет для вас даже если у вас только 25 долларов поэтому я приглашаю вас 29 ноября на семейные встречи ссылочка будет дополнительно и мы сможем об этом достаточно приватно поговорить как можно это сделать поэтому давайте сейчас я благодарю вас прежде всего за те ответы что вы написали в чате для того чтобы уже обсудить этот вопрос и чтобы я имею в виду обсудить в компании и для того чтобы компания могла уже планировать когда будет предоставлена такая возможность в личном кабинете ту сумму инвестиций на которую она может рассчитывать поэтому сейчас напомню вопрос был у Ирины из Мадрида что у нее зарплата 10 числа заканчивается эта акция 8 как минимум можно до 10 числа зафиксировать какой-либо из пакетов 50 100 да а потом продлить его я уже ответил что после 8 эта программа тоже будет действовать напомню для тех кто прослушал программа называется стабильность или 300 тысяч акций 600 тысяч и полтора миллиона акций то есть это опять повторюсь что это достаточно уникальная возможность для тех кто ранее не мог приобрести значимый пакет акций решить вопрос с финансированием именно своей семьи поэтому программа будет ее можно использовать многие задавали вопрос о том что будет если человек не в состоянии будет оплатить в какой-либо месяц но не наберется сумма или задержали зарплату или аванс не дали то нет ничего страшного просто в следующий период в следующий месяц нужно будет сделать две оплаты ну например если у вас вы выбрали пакет 50 долларов то например вы пропускаете февраль месяц а в марте оплачиваете 100 и дальше двигаетесь по программе если же опять возникает такая ситуация ну например вы оплатили в феврале оплатили в марте а в июне опять возникла такая ситуация ничего страшного значит в июле оплачиваете опять 100 долларов вот таким образом решается этот вопрос то есть по сути каждый из нас самостоятельно должен взвесить свои финансовые возможности чтобы желательно конечно не прерывался период инвестиций и каждый совершенно спокойно может это сделать вот Асхат из Екатеринбурга спрашивает а можно сразу 500 вместо 10 по 50 можно никаких проблем нет здесь в данном случае компания преследует только одну мысль чтобы понять какой вот давайте порассуждаем с точки зрения компании нужно понимать что то количество людей а я вам показал проценты 32 32 и 36 как раз они распределились по трем основным пакетам компании нужно понимать какие будут инвестиции в декабре в январе феврале марте апреле для того чтобы планировать и сделать предзаказы это не означает что компании нужно сразу заплатить деньги за тот узел или тот материал который необходим но его нужно заказать чтобы заказчик успел выполнить этот заказ и вовремя его привести поэтому компании очень важно понимать сколько и в какой месяц будет средств то есть если нас считать же очень просто мы берем например эти самые 18 миллионов давайте мы сейчас просто прикинем просто сидим в бухгалтерии SkyWay и считаем точно так же как и Анатолий Адуардович вот нам нужно 18 миллионов долларов на протяжении этого периода да имеется в виду период там 3-4 месяца который будет длиться шестой этап предположим предположим значит мы берем эту сумму берем там для простоты счета на 3 месяца делим на 3 значит нужно в месяц нам как минимум 6 миллионов дальше у нас есть например там 100 тысяч инвесторов мы делим 6 миллионов на 100 тысяч грубо да и получается что нужно чтобы каждый из них проинвестировал минимум 60 долларов то есть это коррелирует с цифрой 50 то есть в данном случае Анатолий Адуардович совершенно спокойно понимает что да у него каждый месяц будет 6 миллионов и тогда он спокойно заказывает все что нужно для анкерной опоры все что нужно для промежуточной опоры все что нужно для того чтобы дать работу лаборатории изготавливающей юнибус какие материалы нужно приобрести и таким образом будет ритмичная работа и конструкторского бюро и конечно же мастерских по изготовлению наших транспортных средств ну и конечно всех необходимых деталей механизмов которые нужны поэтому вот в этом основная логика но как спрашивал Асхат можно и сразу заплатить это делается для того чтобы как можно большее количество людей сумело поучаствовать в этом в этом в этой программе то есть иметь возможность и получить хорошее количество акций и в то же время получить их в рассрочку запись будет так что не волнуйтесь можно будет все это потом просмотреть еще раз сколько всего активных сейчас участников проекта акционеров инвесторов спрашивать у нас CCXXZ ну я думаю что на этот вопрос ответит Виктор Бабурин тем более что мы планируем как вы больше не работаете или как почему же не работаю работаю дело в том что Skyway Invest Group Skyway Capital то есть эта программа будет продолжаться непосредственно до 2017 года поэтому в любой месяц может человек новичок например прийти и попасть непосредственно в эту программу например кто-то придет в марте 2016 года возьмет программу стабильность на 10 месяцев и также будет ритмично финансировать но дисконт будет другой дальше например в августе 2016 года тоже может войти в эту программу и тоже будет использовать эффект рассрочки для того чтобы получить поучаствовать в этом в этой программе другое дело что дисконт конечно же будет немного изменен Александр можно ежемесячно инвесировать по-разному допустим 50 100 и 250 конечно можно вы можете использовать любой набор данных пакетов для того чтобы набрать ту сумму которая для вас наиболее оптимальна вы видели что Александр взял 4 пакета по 250 так вот в воскресенье я объясню почему он это сделал он тоже понимает что рынок достаточно плавающий он непрогнозируем на 100% то для того чтобы подстраховаться как раз Александр решил что если в какой-нибудь момент вдруг по какой-либо причине он не сможет оплатить один из пакетов больше чем два месяца то тогда один из пакетов но об этом я расскажу в воскресенье поэтому здесь конечно же стабильное финансирование это самое желаемое для компании ситуация именно поэтому компания пошла на это да значит вот Раиса пишет здорово стабильное финансирование и желаемое количество акций в рассрочку дисконт сохраняется в течение 10 месяцев Раиса дисконт сохраняется на протяжении 10 месяцев 10 плюс это означает что если человек захочет и дальше продлить эту программу то у него будет такая возможность в его личном кабинете он просто нажмет соответствующую кнопку и будет дальше продолжать финансироваться а там будет предложено различное количество месяцев на которые он может продолжать вот Андрей пишет если сделать пакет 25 желающих будет больше конечно и такой будет пакет реализован в Skyway Capital так что обратите внимание на личный кабинет Skyway Capital и там можно будет реализовать эту возможность вот Анна спрашивает когда акция появится в кабинете корневой компании планируем до конца недели это работа IT специалистов как только они завершат сразу же пойдет новостная рассылка и вы будете предупреждены чтобы спокойно это сделать сейчас имеет смысл с моей точки зрения пополнить свой личный кабинет чтобы у вас уже были средства и в тот момент когда акция будет запущена программа будет запущена вы уже сможете приступить к ее реализации и Ирина тоже спрашивает можно в течение 10 месяцев изменить вложение я уже отвечал одному из наших коллег по поводу того что увеличить тот пакет который вы взяли уже нельзя будет можно будет взять следующий то есть другой пакет но как я уже говорил дисконт будет немножко другой так HHS спрашивает в этой акции будет возможность поднять уровень с 25 до 50 например но это тот же самый вопрос который я только что отвечал поэтому уже понятно что можно будет взять просто другой пакет за 50 долларов если появилась если появилась такая финансовая возможность так сейчас секунду тут просто не успевая вот Эдуард спрашивает пакетов по 50 можно только один брать нет вы можете взять в головной компании столько пакетов 50 сколько потянете на протяжении 10 месяцев так что и это это возможность есть у каждого используйте ее и получаете хороший результат то есть разумеется их наизусть не помню так дальше 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 сейчас я вернусь вот Ольга спрашивает при продлении сохранится ли дисконт 1 к 600 да если вы продляете вот например вы сейчас взяли программу на 100 долларов 10 месяцев закончилось вы получили все 600 тысяч акций на свой аккаунт то дальше можете продолжать с тем же дисконтом то есть 5 8 10 12 месяцев на то количество месяцев которое вы хотите то есть дисконт этот сохранится значит Виталий спрашивает ежемесячная оплата пакета здесь фиксированы или на тот день какого числа ты приобрел пакет примерно 5-12 в данном случае в документах компании написано оплатить до 20-го числа следующего месяца поэтому вы можете платить 5-го можете 7-го можете 10-го можете 19-го то есть до 20-го числа поэтому здесь для вас есть определенная гибкость в какое время можно проплатить до внести инвестицию следующего месяца вот Ольга Жданова пишет просто обычно на семейные встречи к вам приходили в свик а вы пропали ну здорово теперь мы нашлись можно приходить сейчас на семейные встречи будет так что все в порядке все восстанавливается так дальше это я ответил это я ответил хорошо двигаемся дальше хорошо секундочку сейчас найду просто вопросы просто их здесь много дальше это на точече слушателя будет так это никто дальше если я зарегистрирована в головой компании компании значит Наталья если зарегистрирована в головой компании то все условия будут в личном кабинете совершенно верно дальше Виталию понятно дальше Ирина спрашивает реферальная программа действует в этой программе конечно действует сто процентов и об этом как раз в воскресенье как можно использовать реферальную программу для получения наилучшего эффекта я как раз буду уже в такой приватной семейной обстановке в 17 часов 29 числа рассказывать как можно это сделать и что нужно для этого сделать вот Юра спрашивает если сегодня купил мне надо до 20 декабря совершенно верно совершенно верно то есть сегодня у нас идет ноябрь и если мы например сегодня или завтра приобретаем то до 20 декабря нужно будет сделать следующий следующую инвестицию там 50 стоили 250 долларов в зависимости от пакета какой вы выбрали вот собственно такой вариант итак кругозор семейные встречи Skyway и там мы коснемся того что происходит в мире определенный новостной блок будет как правило семейные встречи разбиты на три основных блока это новости которые есть есть в мире те ноу-хау которые непосредственно появляются в мире как они отличаются от того что делаем мы чем отличается краудфайдинг от краудинвестинга и конечно же целый блок посвященный именно стратегии инвестирования благодаря программе стабильность дальше у нас будет третий блок для тех людей которые придут первый раз такие часто приходят на семейные встречи то там будет блок о Skyway о технологии о перспективе и о том что нас ждет в ближайшие 3-5-10 лет в случае нашего ритмичного финансирования и реализации экотехнопарка то есть все это будет как раз способствовать лучшему пониманию проекта и в конечном итоге более стабильной более доверительной обстановке между компанией и инвесторами значит вот Ирина спрашивает оплата с бонусом счета принимается да оплата принимается и с основного и с бонусного счета поэтому можно использовать и тот и другой так но я вижу вопрос в основном истякли на этом я сегодня завершаю нашу встречу но и и и и и и и я думаю что доведем этот вопрос до Виктора Бабулина для того чтобы уточнить потому что если судить по логике то вы не использовали полностью свой свою возможность инвестировать в течение десяти месяцев то по логике вещей у вас должен сохраниться такой дисконт но давайте услышим официальный ответ от компании и тогда я смогу уже четко и определенно на него ответить я его запомнил передам и в следующий раз обязательно об этом сообщу Волошина Галина спрашивает где можно приобрести буклет буклеты можно будет приобрести в воскресенье я вам дам телефон по которому можно будет заказать его и соответственно механизм оплаты для того чтобы вы могли приобрести буклеты потому что это очень хороший инструмент для донесения информации Эдуард спрашивает с акционного не берут в оплату нет с акционного не берут только бонусный счет и основной вот с этих счетов можно будет оплатить так дальше а если зарегистрироваться в нескольких фондах РСВ меня не забанит СВИК например Рейса не могу ничего сказать как его там забанят я лично участвую как минимум в двух имеется в виду в головной компании у меня 80% моих акций а в Skyway у меня тоже есть свой аккаунт и определенное количество акций поэтому я не вижу здесь какого-нибудь криминала если вы будете инвестировать в различных фондах вы выбираете вы инвестор вы решаете вопрос где конкретно это делать если вы видите что там условия лучше идете туда если видите что здесь условия более выгодные идете сюда то есть вы определяете то место где вы будете инвестировать еще раз напомню что мы все как пальцы одной руки работаем на одну тему это непосредственно реализация экотехнопарка поэтому здесь что называется и вам и карты руки так дальше вот Кирсанов Виктор спрашивает Александр в линейном городе Евразии что-нибудь можете сказать да могу сказать будем реализовывать этот город сто процентов и вопрос то в том что сейчас идет непосредственная подача заявлений на один гектар земли тем более что правительство идет по пути разрешение возможности получить эту землю гражданам Российской Федерации а ПО Евразия просто помогает это сделать то есть есть определенный алгоритм как это сделать поэтому мы двигаемся так как и говорили на протяжении последних нескольких месяцев вот наша с вами задача просто быть достаточно информированным чтобы принимать взвешенные и разумные решения поэтому мы приходим на вебинары слушаем информацию обсуждаем со своими близкими если они тоже участвуют в проекте и принимаем решение вот Алла говорит я могу приобрести пакет в ноябре за 50 долларов а в декабре приобрести 2 пакета по 50 конечно можете просто там будет немножко другой дисконт вот и все а программа будет действовать олег спрашивает ссылка на семейные встречи будет в каком офисе будет в чатах и конечно же будет в рассылке SkyWay и там можно будет ее получить поэтому смотрите есть чат непосредственно РСВ там собственно и будет эта ссылка Виктор спросил про линейный город это мы можем посвятить время на семейных встречах я тогда чуть больше отведу времени для этого спасибо Амина я стараюсь чтобы нам по сути я хотел бы чтобы вы понимали мою позицию я такой же инвестор как и вы и скажем просто я считаю возможным то что я понял донести вам через вебинар для того чтобы не тратить драгоценное время например Анатолия Даровича Яницкого не тратить драгоценное время Виктора Бабуина потому что очень много юридической так сказать работы которую он делает это колоссальный колоссальный блок работы тем более у Анатолия Довальевича поэтому я в популярной форме излагаю мнение и информацию компании для того чтобы каждый здесь у вас уже наверно в Владивостоке в Волануде в Иркутске и обсудить эту эту программу для того чтобы как я уже говорил разумно решить финансовые вопросы вот Борис спрашивает как купить чехол на чемодан просто можно написать заявку мне на скайп я сейчас дам просто свой скайп но коллеги писать нужно по делу конкретно там если заказываете я просто передам заказ человеку который их делает значит мой скайп дзиндао вы можете авторизоваться и написать там если нужны буклеты или нужен чехол для чемодана вы просто пишите я вам дам так сказать информацию кто непосредственно это изготавливает так а можно буклет в электронном виде насколько мне известно Сергей буклет есть на сайте в магазине skyway поэтому посмотрите там в электронном виде есть буклет так Валерий говорит вы не ответили на мой вопрос о выдаче сертификата купленных пакетов я думаю что сертификаты обязательно будут точно так же как мы это делали в предыдущие периоды поэтому здесь никаких проблем с выдачей сертификатов не будет но насколько мне известно большая часть людей старается получить выписку из независимого регистратора который подтверждает наличие владения вами акций это первое а второе что сертификат можно будет получить по истечении десяти месяцев когда на вашем счету появится означенное количество акций так так это количество фондов да вот Ольга пишет закон уже приняли и уже сайт сделали с 1 мая 2016 года можно получить лучше все вместе строить конечно потому что как раз ПО Евразия и планирует объединить в рамках потребительского общества тех людей которые будут непосредственно выезжать на землю для того чтобы сделать их затраты более приемлемы Алла говорит я имел в виду второй пакет до 8 ноября у меня будет просто в разбежку значит есть дата называется 8 декабря декабря вот то что мы приобретем программу до 8 декабря будет по дисконту 1 к 600 то что будет после 8 января уже будет другой дисконт но возможность приобрести пакеты 50 стоили 250 будет так что можете это использовать Гусев одно спрашивает в чем разница между РСВ и СВИК ну разница есть но она небольшая и существенная лучше всего ознакомиться с сайтами обоих компаний и выбрать для себя что вам наиболее близко да вот как раз Татьяна написала очень правильную мысль в РСВ покупаете акции а в СВИКе проходите обучение поэтому этим и отличается в основном Юра пишет сертификаты нужны бумажные ну кому нужны бумажные получит бумажные хорошо ну что ж друзья давайте завершим нашу сегодняшнюю встречу и как всегда по традиции у нас музыкальные завершения для поднятия настроения и для дальнейших наших встреч поэтому да один момент еще пока мы не разошлись поставьте пожалуйста от одного до десяти насколько актуально для вас была сегодняшняя встреча от одного до десяти максимально честно насколько это возможно чтобы мне понимать степень изложения вот Валерий написал восемь Валерий напиши тогда что конкретно не хватило что нужно добавить для того чтобы уровень наших вебинаров был значим для большего количества людей просто одной фразой какой-нибудь что нужно чтобы ты поставил десять да Татьяна пишет только зависала часто да с этим мы вопрос решим честно говоря мне не совсем понятно почему это происходит потому что я же другой компьютер поменял но у меня выбивает и говорит нет связи с сервером поэтому было несколько таких сбоев Вячеслав спрашивает будет ли встреча вечером сегодня нет сегодня вечером встречи не планируется будет следующая встреча непосредственно вебинар 29 ноября в 17 часов